Привет-привет! Ты смотришь самые свежие и самые креативные студенческие новости Казанского Федерального. Все интересное, чем живет универ и те, кто тебя окружает, тебе расскажу я, Алена Липина и мои коллеги. Смотри прямо сейчас. Очередное заседание ректората состоялось в нашем университете. Празднуем всем миром Елабужскому институту КФУ 115 лет. Жить как семья или про что шутил ИФМИП на дне института. Сегодня на заседании ректората обсуждался переход на новую европейскую систему образования. Теперь абитуриенты смогут выбрать окончить 4 года университета и стать бакалавром или же отучиться 6 лет и выпуститься с дипломом магистра. О том, что еще обсуждалось на ректорате, расскажет моя коллега. От бакалавра до магистра. Казанский университет переходит на новую европейскую систему образования. Об этом сегодня заседание ректората объявил ректор университета. По словам руководства университета, к переходу уже готовы юридические и экономические факультеты. Остальные находятся на стадии разработки. Кроме того, на заседании поднимались вопросы о международной деятельности КФУ. В ближайшем будущем планируется приглашение ученых компании British Petroleum, которые проведут открытые лекции для студентов. Студентам также предоставится возможность пройти международную стажировку в области социологии по новой программе iSEC, куда университет уже направил свое обращение. Будущие социологи удостоятся возможности пройти практику в Италии, Китае, Бразилии и Чехии. Под заново заседание ректор выдвинул инициативу об установке памятника пострадавшим в авиакатастрофе 17 ноября. Это будет вот таким нашим планом и просить руководства, чтобы дали разрешение памятник установить где-то между первым и вторым терминалом, может быть, и близко к аэропорту, чтобы это было таким напоминанием всем тем, кто несет ответственность за безопасность полетов, тем летчикам, которые садятся за руки, за штурвал авиалайнеров. Денежный фонд, куда каждый желающий может перевезти средства и помочь пострадавшим семьям, планируется открыть на этой неделе. Кристина Чумагина, Ленардо Влетьяров, Руслан Урозаев, Юнивер Ньюс. На этом задача университета не заканчивается. С октября 2011 года в КФУ реализовывается проект «Темпус-4». Он направлен на развитие потенциала высших учебных заведений. Главная цель проекта весьма важная и серьезная – формирование практических навыков, оценки языковых знаний преподавателей английского языка. Вместе с КФУ в проекте участвуют еще 11 вузов России. Сегодня в рамках проекта в КФУ преподаватель из Великобритании Кэролин Весбрук проявал лингвистический эксперимент. Другими словами, оценила уровень знаний английского языка студентов-лингвистов. Студенты решали грамматические тесты, а также прослушали курс лекций, направленный на формирование навыков написания научных статей и аннотации на английском языке. Студенты решали грамматические тесты, а также прослушали курс лекций, направленный на формирование навыков написания научных статей и аннотации на английском языке. На данном этапе нашей современной научной парадигмы очень важно не только развивать свое научное направление, но и уметь координировать свои действия с зарубежными коллегами. Не только с рассерсиянами, но и с зарубежными коллегами. И поэтому очень важно на данном этапе участие не только в научных конференциях, не только публикации за рубежом, что не утрачивает свою значимость, но еще и участие в научных и учебных проектах, одним из которых является «Темпус», в котором сотрудники нашего института, института филологии и международной коммуникации задействованы уже более двух лет. А тем временем в наш университет снова пришла универсиада. Да-да, на этот раз политологическая. А прошла она в рамках дискуссионного клуба «Политсковоротка». Чтобы студенты КФУ хотели изменить в существующем государственном строе, узнаешь в следующем сюжете. Дискуссионный клуб «Политсковоротка» В этом году прошел конкурс среди студентов КФУ «Политологическая универсиада». Мероприятие, в котором приняли участие знатоки в области политики и права, приурочено к 20-летию Конституции Российской Федерации. В состязании приняли участие четыре команды, представляющие институты и факультеты КФУ. Конкурс состоял из трех туров. Первым участникам нужно было предложить свой проект «Государственные конституции». Второй этап – деловая игра, в ходе которой ребята представили собственную модель государственного устройства. Каждая команда подготовила презентацию, где наглядно продемонстрировала, как, по их мнению, должно выглядеть совершенное государство. Дорогие друзья, уважаемые члены жюри, коллеги, наша команда сейчас хотела бы представить вам свой проект «Государственные конституции», но для начала мы просим всех сдать звучит им «Океане». И, наконец, последнее испытание, которое необходимо было пройти участникам, называлось «Знатоки конституционного права». В данном туре, представляющем собой «Брейн-ринг», конкурсанты отвечали на каверзные вопросы организаторов, на политическую тему, разумеется. Судила конкурс почетная коллегия жюри во главе с заведующим кафедрой философского факультета профессором Зазнаевым. Леана Санамян, Ленардо Влитяров, Универньюз. Ну, о том, что интересного на сегодня произошло в мире, сейчас расскажет моя коллега Ралина Киряева. В мире. В Таиланде обострился многолетний политический конфликт между сторонниками и противниками бывшего премьер-министра Токсина Чиновата. Второй день участники антиправительственных демонстраций осаждают здания государственных учреждений, министерств и ведомств в Бангкоке. В России. Партию КПРФ возмутила установка на Красной площади павильона в виде чемодана, сообщает РБК. В нем должна была быть организована выставка сундуков, сумок и личных вещей клиентов известного французского бренда Louis Vuitton. Как заявил секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Сергей Обухов, Красная площадь это сакральное место и размещать на ней подобные сооружения нельзя. В Татарстане. Президент Татарстана Рустам Мениханов встретился с ректором технического университета Ильминау Германия Петром Шарфом. Встреча прошла в Доме правительства Республики Татарстан. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по проекту создания Германо-Российского института новых технологий совместно с КНИТУ КАИ. У меня все. Это были новости мира. Спасибо, Ралина. Кстати, внимание, целый мир и всей республики на целый месяц приковал к себе Елабужский институт КФУ. Здесь вплоть до 23 января продлятся шестые стахеевские чтения. Так уж получилось, что открытие международного научного форума в этом году совпало с торжествами по случаю 115-летнего юбилея института. Подробности смотрим в сюжете Александра Александрова. История Елабужского института берет начало в далеком 1898 году, когда одна из известнейших благотворительниц Елабуги, Глафира Стахеева, в память о своем муже построила здание нынешнего университета. Этот шаг представительницы династии елабужских купцов, прославившихся благотворительностью, открыл перед городом новые возможности. Именно поэтому Стахеевых в Елабужском институте КФУ вспоминают с особым трепетом. Ежегодно международные стахеевские чтения охватывают как проблемы исторических, филологических и лингвистических наук, так и новые научные направления. К примеру, в этом году темой конференции стали проблемы малых и средних городов. Поделиться своим опытом в их решении в Елабугу съехались ученые из Турции, Канады, США и других стран. В Турции в список всемирного наследия входит всего два города – Стамбул и Сафранбул. Сафранбул – вообще уникальный город. Здесь можно увидеть весь комплекс исторических зданий – караван-сарай, мечети, стены замка. Все это сейчас активно восстанавливается. Мы привлекаем в город инвестиции. Поэтому Сафранбул и Елабуга чем-то похожи. И нам важно вести друг с другом диалог. Однако стахеевские чтения – это не только научная дискуссия. В память о благодетели знаменитых купцов в стенах Елабурского института ежегодно происходят добрые дела. Богатые на события выдалась церемония открытия чтений и в этом году. В УЗИ появилась галерея руководителей, стоявших когда-либо у руля, а также открылась новая экспозиция в музее. Историю здесь вспоминают неспроста. Здесь изначально формировалось образование таким образом, что оно было направлено на подготовку педагогических кадров. И вся история, 115-летняя история данного учреждения, она связана именно с подготовкой учительских кадров, без которых сегодня не может существовать ни одно нормальное общество. Поэтому мы уделяем этому особое значение. В Елабурском институте КФУ уверены, чтобы двигаться вперед, важно знать не только свое прошлое, но и настоящее. Поэтому юбилейные торжества не обошлись и без честования студентов. Своих обладателей нашли две именные стипендии – стахеевская и стипендия ученого совета вуза. Александр Александров, Ленарда Вольтьяров, Юниор-Ньюс. А пока в Елабуге празднует юбилей института, институт КФУ уже набежных челнов посетили немцы. Да не простые, а радийные. Немецкое радио Коракс приехали в набежные челны и себя показать, и на других посмотреть. Все подробности смотри в сюжете наших коллег. Эта радиостанция вещает в Германии. И здесь можно услышать не только передачи на немецком. Коракс выпускает программы на 11 языках мира, в том числе и на русском. Их задача – сближение народов и культур. Именно с такой целью сотрудники радио Коракс прибыли в Автоград. Объектом их интереса стала университетская радио УРА на Бережной Челнинского института КФУ. Прежде всего, наша цель – познакомиться с университетской радиостанцией. Нам бы хотелось узнать, как вы это делаете, какие у вас есть выпуски и каких форматов. Нам интересно и то, как вы выходите в прямой эфир, и для кого вещает ваше радио. Радио Коракс – это некоммерческая организация. И здесь вещают люди разных интересов и возрастов. Кстати, команда редакции работает на общественных началах. А это значит, за их труд зарплата не предусмотрена. Нас интересует интеркультурная работа, межкультурная, межнациональная работа, которая проводится в республике Татастан. Потому что это очень интересная республика, в том плане, что здесь очень много националистов, и что проводится официальная политика по добрососедскому, которая призвана развивать добрососедские отношения между группами. И нас это очень интересует, потому что в Германии сейчас тоже ситуация, Германия тоже становится многонациональным государством. Немецкой радиостанцией заинтересовались и СМИ города. Познакомиться с Коракс пришли и представители Европы плюс набережные Челны. Общение России и Германии продолжилось на пресс-конференции, куда были приглашены студенты к кафедре массовых коммуникаций. Здесь радиостанции смогли узнать больше друг о друге, обменяться опытом и поговорить о дальнейшем сотрудничестве. Индира Магданова, Денис Горожанинов и Игорь Морозов. Специально для Юнивер Ньюз. Настоящие биологи, которые, конечно же, учатся в нашем универе, в свободное от учебы время танцуют, поют и решают вопросы мирового значения. Они знают все о микробах, уколах и о том, что ты не умрешь, если намочишь манту. День 25 ноября воительно обозначился Днем Института фундаментальной медицины и биологии. В свой день биологи всей страны объединились для решения актуальных задач, да и просто повеселиться. Для начала студенты принялись за серьезные дела. Студенты провели настоящий круглый стол вместе со студентами из Москвы, Нижнего Новгорода и Ижевска. Студенты обсуждали проблему студенческого самоуправления, рассказали друг другу об опыте проведения университетских мероприятий и поделились идеями и планами на будущее. В КФУ гостей ждала насыщенная программа. Студенты провели для гостей экскурсию по городу, показали музей университета, а также пригласили ребят на праздничный концерт, посвященный Дню Факультета. Это отличная возможность подчеркнуть новые знания, приобрести опыт от других студенческих советов. По круглому столу, который сейчас был проведен, можно уже сказать, что организация в разных городах, в разных университетах очень отличается друг от друга. Поэтому какие-то новые знания, которые бы мы смогли принести в свой студсовет, безусловно, будут полезны. Почувствовать любовь и фми все смогли на самой веселой части, посвященной Дню Института. Как зажигали и о чем шутили биологи, смотрю в сюжете Марта Луканиной. Самые талантливые студенты Института фундаментальной медицины и биологии отметили День родного института. Под этот праздник отлично подходит поговорка «Все новое, хорошо забытое, старое». Испокон веков на биофаге праздновался День биолога. Однако, после того, как дружная семья зеленых пополнилась врачами, праздник сменил название. Это наш общий праздник, к которому ребята готовились, наверное, теплее, активнее и более с душой, чем в студвесне, ко Дню первокурсника, потому что здесь мы показываем себя, показываем нашу биологическую натуру. Показать свою биологическую натуру получилось на отлично. Шутки КВНа смогли понять только истинные биологи. Стороннему слушателю было неясно, почему все смеются. Делали в особом юморе или же чем-то другом. Он называл нас серой массой. А мы были лучшими серой массой в его жизни. Помогите нам найти его, пожалуйста. Кроме того, что ребята стреляли шутками, как из пулемета, они еще прекрасно пели и даже танцевали. Кстати сказать, прекрасные девушки в красном научились так завораживающе танцевать в своем любимом институте. Для них хобби переросло в нечто большее, ведь они организовали свой танцевальный коллектив «Дивдэнс». Просто уже с первого курса мы сами создали свой коллектив. Набираем новеньких первокурсниц. То есть еще там даже сейчас подключились старшекурсники. И танцуем уже 4 года. И для нас только в радость что-то делают для нашего института. Как видите, талантов среди медиков и биологов хоть отбавляй. А предстоящей сессии ребята не боятся. Ведь талантливый человек талантлив во всем. Надеюсь, ты не пропустил это грандиозное событие и видел все своими глазами. Тем более вход на концерт был абсолютно бесплатным. Кстати, интересно, мир без денег, каким бы он был? Ты бы хотел в нем жить? Студентка КФУ Ралина Стрелкова смогла воплотить утопическую мечту в реальность. Девушка со своими друзьями организовала первый в Казани фримаркет. О том, как прошло это интригующее событие, смотри далее. Это больше, чем обмен вещами. Это даже не обмен, это какой-то непрямой обмен вещами. Здесь территория свободная. Обмен вещами есть, но это не самое главное. Можно также принести свое умение, примарки, само название говорить, свободный рынок. Люди привносят и не успевают разложиться. Просто видно, что вещи даже не старые, новые. Люди мне жалуются. На сегодня у меня это все новости. Тебе понравилось? Тогда всегда смотри Универ Ньюз и будь в курсе всех классных событий вместе с нами. Я желаю тебе удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин